Здравствуйте, дорогие коллеги. Я, конечно, ожидаю, что благодаря принятому закону количество участников марша увеличится минимум вдвое. Вообще говоря, я хотел публично поблагодарить лично президента страны Владимира Владимировича Путина, премьер-министра, лидера «Единой России» Дмитрия Анатольевича Медведева. Товарищи абсолютно добросовестно отрабатывают перед каждой акцией протеста, вот без исключения, а перед каждой акцией протеста они проводят какую-нибудь пиар-акцию, направленную на широкую мобилизацию протестных масс. И перед это было перед 5 декабря, такая мобилизация называлась «Выборы в Государственную Думу», и перед 10-м такая история была, и перед 24 декабря, и перед 4 февраля, и перед 6 мая. И вот сейчас, перед 12 июня, пожалуй, самая мощная акция, которая проводится. Мы, на самом деле, не ожидаем, что, даже если этот закон будет подписан, в чем я, в общем, до конца не уверен, честно говоря, мы не ожидаем, тем не менее, что будет повод его 12 июня применить. Во-первых, потому что в этом законе есть две части. Одна, которая касается порядка организации митинга, поскольку этот закон не имеет обратной силы. Все-таки организация митинга началась вот сейчас, примерно сколько, 10 дней назад, когда мы подавали заявку. То есть с этого момента уже формальный митинг на 12 июня начался. Он, соответственно, проходит еще по старой редакции российского законодательства. Но, теоретически, может быть применены нормы Кодекса об административных правонарушениях, если таковые случатся непосредственно до 12 июня. Но мы предполагаем, что это мероприятие пройдет абсолютно мирно, потому что, если 6 мая, как вот, что называется, у нас была Воронья-Слободка, все были готовы к разнообразным эксцессам. Кто-то переживал о том, что протестующие займут Боровицкую площадь и не дадут Владимиру Владимировичу въехать в Кремль. Кто-то готовился к своему переназначению, так в итоге не случившемуся, на пост министра внутренних дел. Кому-то нужна была красивая картинка для телевизора, кому-то нужно было показать силу о том, что вот эти вот все жалкие маргиналы, их жалкая кучка, больше не в состоянии грозить Кремлю. Ну, а кто-то боялся, что про него скажут о том, что протест будет слит. И таким образом всем было интересно, значит, показать свою силу и, значит, удаль. То, что будет происходить 12 июня, устремление строго противоположное. С одной стороны, есть новый министр внутренних дел, которому крайне важно показать, что ситуация под контролем, что он умеет договариваться, что при нем никаких эксцессов нет, что полиция при нем имеет человеческое лицо. Другим важно не портить праздник 12 июня, тем более, что первый матч футбольный, не первый, а второй бой, да, извиняюсь, значит, с участием российской сборной, но, тем не менее, важный, значит, с Польшей. И, соответственно, то есть любого рода эксцессы могут перейти, значит, столкновение с футбольными фанатами, что тоже, в общем, не добавляет правоохранительным органам оптимизма, соответственно, им надо, чтобы все было очень тихо. С другой стороны, нам, как оппозиции, безусловно, очень важно, чтобы это была массовая акция, чтобы мы на этом митинге приняли важные решения, которые касаются дальнейшей стратегии развития движения. Для этого нам важно, чтобы все люди имели возможность прийти, проголосовать. У нас будут там и рабочие группы, которые там устраивает Сергей Пархоменко с подписями по московскому референдуму. То есть все заинтересованы в том, чтобы это была массовая и мирная акция. С точки зрения этого закона нас в этом смысле гораздо больше беспокоит, и я подозреваю, что и власти на самом деле больше беспокоят, вот стихийные акции, типа тех, которые проходили, значит, на Чистопрудном бульваре, на баррикадных и так далее. Потому что они, получается, по этому закону выпадают вообще из правового пространства, непонятно, каким образом их организовывать. Эти акции для нас очень важны и дороги, потому что на них впервые началась выработка снизу программы действия оппозиции. Нас все время обвиняют власти о том, что у вас нет программы. И им бы очень хотелось, чтобы у нас не было программы. И они пытаются сорвать любую возможность эту программу сделать, ведь ее можно реализовать только снизу. И они хотят, чтобы на таких вот лагерях люди думали исключительно по поводу того, как подраться с очередной порцией ОМОНа, которая там регулярно ротирует, а не о том, соответственно, какой будет Россия после того, как мы победим и сменим эту власть. Ну, я абсолютно уверен, что мы найдем асимметричный ответ. Мы уже нашли асимметричный ответ, каким образом обойти ограничения по агитации. Там сказано, соответственно, что агитация за мероприятие. Мы теперь будем агитировать против мероприятия. Будем говорить, что ни в коем случае 12 июня в такое-то время, в такое-то место не приходите. Ни в коем случае не приводите с собой 10, 20, 30 знакомых. Ни в коем случае не выражайте свое недовольство властями. Ни в коем случае не распечатывайте вот эти вот лозунги. Ни в коем случае не приносите их с собой. Ни в коем случае не разворачивайте транспаранты. Не скандируйте вот эти призывы. Посмотрим, каким образом власть будет применять законодательство в этом случае. Уверен, что мы найдем наш креативный ответ, как представители креативного класса, и на остальные идиотские поправки, которые Единая Россия приняла вчера в Государственной Думе. Спасибо. По поводу итальянской забастовки. Конечно, не было у нас никаких иллюзий по поводу судьбы закона. Мы прекрасно понимали, что Единая Россия все равно его продавит. Но наша задача была, во-первых, дать бой единородствам и заставить их 11-12 часов обсуждать наши поправки. Для чего это было сделано? Во-первых, для того, чтобы власть наконец-то поняла, что нельзя парламент использовать так, как они использовали все последние 10 лет, не уважать депутатов, не уважать народ, который избрал все-таки депутатов. И несмотря на то, что закон принят, ну посмотрите, какой был общественный резонанс. Этот общественный резонанс позволил, на самом деле, миллионам наших граждан узнать о тех репрессиях, которые предлагает Единая Россия. Ну так, в качестве шутки, забавная такая была новость, что информация об итальянской забастовке вышла на первые места во всех новостях, даже удалось обогнать ссору Тимоти с Киркоровым. Ну не знаю, по крайней мере, передают по различным агентствам. То есть, действительно, очень многие наконец-таки узнали, что этот закон за собой несет, что свадьбы могут быть, попадать под действие этого закона, различные карнавалы, хэллоуины и так далее. И посмотрите, к чему это привело. Во-первых, Единая Россия выглядела совершенно в дурном свете. Я думаю, те, кто следил за трансляцией, это прекрасно понимал. А во-вторых, 38% граждан России выступает категорически против данного законопроекта, и только 17% их поддерживают. И то это социологии, которые дают, ну, может быть, не совсем объективные социологические службы. Я думаю, уже больше половины россиян выступает против этого закона. Поэтому мы поставили Путина в такое неловкое положение. С одной стороны, он, конечно, очень хочет, и вообще власть очень хочет напугать оппозицию, заткнуть ей максимально рот и сделать все, чтобы люди испугались и не пришли на митинги. А с другой стороны, если он подписывает этот закон, то он тогда, соответственно, берет на себя всю ответственность за тех людей, которые невинны будут наказаны в самое ближайшее время. Те экологи, правозащитники, гражданские активисты, которые будут защищать свои дворы от незаконных строек, водоемы, леса и так далее. Вот когда они получат первые штрафы, 100, 200, 300 тысяч рублей, или когда какую-нибудь свадьбу разгонят, обязательно найдутся Евсюковы, которые это сделают. Обязательно найдутся судьи Боровкины, которые присудят 300-тысячные штрафы не тем, кто организовывал митинги, а тем, кого полицейские назначат ответственными фактическими организаторами. Закон как раз позволяет это сделать. Поэтому, если закон будет подписан, соответственно, это очень сильно ударит по имидже власти, по рейтингу первых лиц государства. А это означает, что протестное движение будет развиваться гораздо быстрее в нашей стране. Поэтому вот сейчас Путин перед выбором. Либо все-таки проявить какой-то здравый смысл и не подписывать этот закон, либо объяснить всей стране, что да, я поддерживаю репрессивные методы борьбы с оппозицией. Поэтому я считаю, что мы правильно абсолютно сделали, что устроили вот такой формат парламентской борьбы, ну кто называет итальянской, мы назвали итальянской забастовкой. Есть такой термин филибастеры, который используется в разных парламентах Соединенных Штатов, Канады, Франции, Великобритании. Вы знаете, у нас на самом деле реально креативный класс. Вы знаете, что на меня вышли люди, которые сказали, а вот мы специально для вас подготовили программу генерации поправок с разным смыслом, чтобы вам не сидеть, долго не придумывать. Вот программу запускаете, а на каждом закону пишут тысячу-две тысячи поправок. Поэтому мы имеем очень мощное оружие, и даже если Единая Россия нам в следующий раз даст 5 секунд на обоснование поправок, а было 15 секунд, значит будет миллион поправок. 5 миллионов секунд будет достаточно для того, чтобы парализовать работу парламента. Я надеюсь, что нам не придется прибегнуть к этой тактике, но я думаю, что сейчас власть поняла, какой инструмент и какое оружие есть сегодня у парламентской оппозиции. Это первое. Также хочу просто сказать, что вчера от «Справедливой России» за пописи Миронову ушло письмо на имя Путина, мы призываем его не подписывать этот законопроект. Если это не остановит, мы будем обращаться в Конституционный суд, потому что Единая Россия грубо нарушила регламент. Для понимания. В повестку заседания Совета Федерации был включен законопроект, который был только принят в первом чтении Госдумы. Еще во втором, в третьем он не был принят, но в повестке Совета Федерации он уже был. Это первое. Второе. Единая Россия докладывала свои поправки по три минуты, а почему-то мы имели возможность 15 секунд на обоснование поправок. То есть это грубое нарушение регламента. Когда закон был принят во втором чтении, это было в 23.38. В 23.55 он был принят в третьем чтении, соответственно, без необходимого заключения правового управления Госдумы. То есть там масса нарушений в регламенте. Дальше. Совет Федерации сначала должен был комитет профильно рассмотреть этот законопроект, потом принять решение о вынесении на пленарное заседание. Этого сделано не было. Поэтому Путин должен понимать, что если он подписывает этот законопроект, он фактически признает, идет сознательно на то, чтобы поддержать законопроект, принятый в нарушении всех регламентных норм. То есть очевидные грубые нарушения. И многие об этом узнают, я вас уверяю. Следующее. Я считаю, что если все-таки и Конституционный суд нам не поможет, к которому мы будем обязательно обращаться, то лично я буду предлагать, надеюсь, коллеги по оппозиции поддерживать. Нам нужно инициировать референдум. Нам нужно собрать необходимое количество подписей против этого закона. Технически это может быть сделано таким образом. Мы должны собрать подписи в поддержку закона, который признает утратившее в силу действие вот этого вот закона, принятого, одобренного вчера Советом Федерации. То есть там масса, может быть, вариантов. Я думаю, что очень многие граждане с удовольствием даже за ними будут бегать. Они сами все подпишут и еще нам принесут свои подписи. Поэтому, ну это что касается закона. Что касается 12 июня, ну, конечно, силовые методы борьбы протест никакой не остановит. Потому что мы знаем, да, 100 человек задержали, 200 вышло. 200 задержали, 1000 вышло. 1000 арестовали, вышло больше. Как вот Змей Горыныч ему одну голову отрезает, у него две новых вырастают. Но только оппозиция такой добрый Змей Горыныч, которого невозможно уже никакими силовыми методами остановить. И власть должна понимать, что этот закон, он, ну, как мне кажется, только спровоцирует людей на выход на улицу. Этот закон, он выведет все эти митинги с правовой плоскости в плоскость стихийных митингов или партизанщина. То есть это для власти еще хуже будет. Поэтому я, честно говоря, не понимаю логику принятия решения. А что касается нас, то как 6 июня, так и 12 июня мы будем проводить нашу акцию протеста. Это даже массовая мирная акция протеста. Никаких там провокаций, никаких столкновений, ничего такого никто никогда у нас не планировал и планировать не будет. Но с учетом того, что такие провокаторы каким-то образом с ножами, с бутылками появляются на мероприятиях, которые охраняют десятки тысяч сотрудников ОМОН, куча рамок у нас всегда, значит мы понимаем, что этих провокаторов к нам могут прислать. Поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы усилить меры безопасности. То есть мы специально в нашем оргкомитете проводим работу, где мы будем максимально отсекать все возможности даже для этих провокаций. Поэтому мы рассчитываем только на мирную акцию. И, как уже Илья правильно сказал, нам нужна любая площадка в пределах Садового кольца, пусть власть сама определяется. Я считаю, это достаточно адекватное предложение лидеров оппозиции. Но нам нужно шествие, нам нужен митинг. Пожалуйста, чиновники московской мэрии, обеспечьте нам такую возможность. Мы готовы будем согласиться даже на Якиманку, но дайте нам тогда провести митинг у Дарника на площади Серафимовича. Пожалуйста, можем там даже провести этот митинг. Поэтому я считаю, что мы должны провести мирный митинг и на нем уже сформулировать содержательные какие-то предложения. Потому что когда у нас очень много лозунгов было, теперь мы должны предложить конкретные политические реформы, конституционные, судебные и прочее. Чтобы люди увидели, что мы можем не только кричать на митингах, выступать, но что нам есть что предложить для того, чтобы в нашей стране наступили перемены. Это смысл этой самой итальянской забастовки. У нас была задача одна из двух реализовать, один из двух сценариев. Либо затянуть процесс принятия решения и таким образом получить тактический выигрыш, но стратегическое поражение. То есть тактический выигрыш, чтобы этот закон не был принят до 12 июня, тем самым, чтобы он никого не испугал. Но стратегически тогда он бы был принят по закону. И мы могли бы его оспаривать только на основании содержательной части. На основании того, что он противоречит европейским обязательствам Российской Федерации. Вообще за этот закон нас могут сейчас исключить из Совета Европы, потому что он впрямую противоречит подписанным нами международным соглашениям. Но это долгая история, это оспаривать, а это время закон действовал бы полноценно. Либо получить тактический проигрыш, но стратегическое поражение, спровоцировать Единую Россию на нарушение регламента. Для того, чтобы отменить этот закон, можно было по суду на основании того, что он был принят с нарушением регламента. Скажи про Морозова. Да, там даже две мертвые души проголосовало за этот закон. Мы только утром проголосовали за освобождение от статуса депутата Морозова и Семенова. Поскольку они были назначены на позицию исполнительной власти, они тоже проголосовали за этот закон. И добросовестно депутат Митрофанов, который все время говорил о том, что надо идти домой, идите все домой. Нет, дождался голосования. Кремль отмобилизовал вообще каждую боевую единицу. Там по Думе ходили загородительные отряды настоящие. Переписывали всех депутатов от «Единой России». То есть в коридоре стояли специальные сотрудники администрации президента. 20 человек приехало из управления внутренней политики, которые физически за руки хватали депутатов и приводили их в зал, чтобы никто не ушел. То есть только осталось еще дверь запереть. Но ничего, зато они все равно нарушили регламент. Поэтому мы главной целью, я считаю, добились. У нас теперь есть железобетонное основание для отмены этого закона. Вы знаете, я являюсь одним из заявителей подобных митингов с декабря месяца. И могу с уверенностью сказать, что настроения людей за последние месяцы очень сильно поменялись. Если в декабре люди были не готовы к элементарным даже задержаниям ни за что, к таким, как происходили после 6 мая, когда людей задерживали и арестовывали на улице просто за то, что они ходили в белой одежде, с белыми ленточками, когда сотрудники ОМОНа вламывались в Жан-Жак известный, вытаскивали людей на улице и избивали при этом. То есть людей, которые даже протест никакого не высказывали. То в декабре, конечно, ситуация была радикально другая. Люди были к этому все у них не готовы. Они хотели именно выйти на мирное мероприятие. Ну и сейчас, в принципе, тоже хотят, но только сейчас они меньше боятся. Поэтому я думаю, что в любом случае любая несправедливость со стороны властей будет вызывать только больше противодействия со стороны граждан. Мы будем делать все возможное для того, чтобы этот протест оставался мирным и для того, чтобы он набирал обороты при этом. То есть чтобы людей выходило все больше и больше. Я думаю, что именно в этом наша сила должна заключаться, в том, что мы будем наращивать массы. Вчера глава Следственного комитета Александр Бастрекин заявил, что мы уже якобы готовим какие-то провокации. При этом сослался на координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который заявил, что если не будет согласовано шествие и митинг, как мы хотим, в границах Садового кольца, то мы все равно ее проведем. Я хочу сказать, что на самом деле речь шла именно о мирном протесте, поэтому ни о каких провокациях и ни о каком явном беззаконии речи быть не может. Напомню, что 6 мая, когда мы проводили свой марш, который с огромным трудом согласовывали и до последнего момента не были уверены, будет он согласован или нет, я напомню, что в этот же день на Поклонной горе организация ОНФ, созданная, насколько я помню, Владимиром Владимировичем Путиным, проводила культурно-массовое мероприятие. Как написали в СМИ, это культурно-массовое мероприятие, поэтому оно не требует согласования. Я проводила такие культурно-массовые мероприятия, приходилось мне этим заниматься. Могу сказать, что это гораздо сложнее, чем согласовать обычное шествие и митинг. Во-первых, заявка подается за месяц, а не за две недели. Во-вторых, там есть много различных нюансов, которые усложняют эту процедуру, и которых нет во время проведения митинга. Поэтому мы видели просто подход властей, двойные стандарты. То есть оппозиции нельзя ничего, про кремлевским структурам можно абсолютно все. Поэтому я думаю, что если нам не согласуют, и мы все-таки захотим выйти, а мы, я думаю, захотим выйти, по крайней мере, все сидящие здесь, я думаю, что мы тоже можем провести такое же культурно-массовое мероприятие. Правильно? Оно же не требует согласования. И о каком тогда явном беззаконии может идти речь, хотелось бы уточнить у Бастрыкина. Я думаю, что власти, если хотят избежать явного беззакония, то есть, которое устраивают, в принципе, они, им лучше согласиться на наши условия, тем более, что маршруты нами предложены, их несколько, и они все вполне подходящие и по месту. И я не думаю, что 12 июня прямо такой день, когда весь центр будет гулять. Я хочу еще раз подчеркнуть, чтобы это внятно прозвучало и не было никаких там кривотолков. Независимо от итогов переговоров с мэрией, независимо от того, какую позицию будет мэрия занимать в этих переговорах, мы считаем, что у нас есть все основания и законное право 12 числа провести акцию протеста. Поэтому 12 июня мы выйдем на улицу при любой погоде, и акция оппозиции 12 июня совершенно точно состоится, независимо от итога переговоров с мэрией. Мы очень заинтересованы в том, чтобы этот протест прошел в мирной и цивилизованной форме. Мы заняли вполне конструктивную позицию в переговорах с мэрией. Мы предложили дать нам любую площадку внутри Садового кольца, на усмотрение исполнительной власти. Мы считаем, что у нас есть полное право на проведение шествия. Мы считаем, что те лозунги, которые мы выдвигаем, вызывают заметный общественный резонанс, потому что на предыдущие акции протеста выходили десятки тысяч людей. И запрет на проведение этого шествия мы будем расценивать как презрение, неуважение и нарушение гражданских прав тех самых людей, которые выходят на эти акции протеста. Поэтому 12 июня мы в любом случае выйдем на улицу. Акция протеста в той или иной форме обязательно состоится. Мы будем ориентироваться на 31 статью Конституции, если мэрия выпишет нам незаконный запрет. По поводу закона я бы хотел несколько слов сказать, с вашего позволения. С моей точки зрения, вообще не имеет никакого значения, будет принят закон, не будет принят закон, подпишет его Путин, не подпишет. Не имеет никакого значения, что в этом законе написано. Потому что, как известно, в нашей стране основное значение имеет не буква закона, а практика правоприменения. Вы знаете, что 6 мая состоялась абсолютно согласованная с властями мирная акция протеста, которая была жестоко подавлена силами правопорядка. В то же время ни с кем не согласованная писательская прогулка, которая была организована несколькими днями позже и по всей логике властей подпадает под несанкционированное шествие, закончилась тем, что не был задержан ни один человек. Напротив, сотрудники полиции сами перекрывали движение для того, чтобы обеспечить людям проход. Поэтому практика правоприменения, которая основана на политическом решении в Кремле и в мэрии, имеет гораздо большее значение, чем то, собственно, что написано в законе. И у меня нет никаких иллюзий по поводу позиции Путина, по поводу того, что вот сейчас он докажет свою приверженность демократическим ценностям, европейским стандартам организации мирных демонстраций. Позицию Путина мы знаем. Ее озвучил вот в разговоре с Пономаревым пресс-секретарь Песков. Задача Путина – размазать печень митингующих по асфальту. Они просто не знают, как это сделать в более цивилизованной форме. Очень хочется печень размазать, но при этом как бы лацканы пиджаков не запачкать. Поэтому это их единственная задача. Вообще вся логика последних государственных решений, все последние инициативы властей очень явно говорят о том и доказывают то, что у Путина вообще осталась одна единственная задача. Задача заключается в том, чтобы как можно дольше до бесконечности удерживать власть. Больше этих людей не интересует ничего. Поэтому они борются в основном с оппозицией, с теми людьми, которые выражают протесты, выступают за честные выборы. То что такое честные выборы? Это ликвидация монополии на власть. А если ликвидирована монополия на власть, то рано или поздно Путину придется уйти. Для него это неприемлемо. И борьба ведется ровно с этими людьми, с оппозиционерами, с гражданскими активистами. Какой смысл бороться с коррупцией? Коррупция же не претендует на власть. Какой смысл с нищетой бороться? Нищета тоже никак не претендует на ограничение власти Путина. Поэтому все последние законы, все последние инициативы принимаются против оппозиционеров и гражданских активистов. Мне кажется, именно это демонстрирует абсолютно профнепригодность властей и полное непонимание того, что происходит в стране. Полное непонимание сути происходящих в стране событий. Что ответственная власть никогда не борется с протестами. Ответственная власть всегда борется с причинами протестов, с теми общественными пороками, которые побуждают людей выходить на улицу и протестовать. Безответственная власть глупыми законами, поправками еще больше раздражает и без того уже злых горожан. Без того уже злых граждан. И вот отвечая на ваш вопрос про эскалацию насилия, это вполне вероятный сценарий, к сожалению. Потому что и по моим наблюдениям, и по наблюдению моих коллег, с каждой следующей протестной демонстрацией горячих голов становится все больше. Наша ответственность заключается в том, чтобы удерживать этих людей в цивилизованных рамках, в правовых рамках. Но наши возможности здесь не безграничны. И в какой-то момент, если линия на подавление протестов продолжится, линия властей на радикализацию протестов продолжится, в какой-то момент нам просто не удастся удержать этих радикалов в правовых рамках. И тогда, к сожалению, можно прогнозировать самые неприятные сценарии, связанные с гражданской конфронтацией. Если сегодня в воздухе пахнет гражданской войной, то в течение обозримой перспективы эта гражданская война в России просто может случиться. Власть делает все для того, чтобы спровоцировать в России кровавый бунт. Наша миссия этого не допустить. Но власть нам, к сожалению, очень мешает. По поводу дальнейших планов оппозиции, мне кажется, несколько преждевременно об этом говорить. У нас задача сейчас провести крупную мирную акцию 12 июня, и по итогам этой акции мы будем принимать решение о том, в каком направлении нам двигаться дальше. Для нас уличное давление на власть остается приоритетным, потому что мы понимаем, что это основной способ, единственный, наверное, на сегодняшний день эффективный, реально эффективный способ добиться каких-то серьезных реальных изменений. Наша ключевая задача – это проведение серьезной политической реформы, системной, масштабной политической реформы в стране. Ровно для этого мы выходим на акции протеста. И более эффективного способа в этой системе пока нет. Да, в вертикали власти образовались некоторые трещинки, связанные с возможностью регистрации политических партий, с возможностью выдвижения, ну или хотя бы поддержки каких-то альтернативных кандидатов на губернаторских выборах, и мы будем эту работу развивать. Но, конечно, уличное давление на власть пока остается наиболее эффективным способом добиться наших целей. Сегодня Левадо-центр опубликовал данные последние своего исследования. Вообще за то, чтобы Путин пошел на контакты с лидерами массовых выступлений, выступает, по-моему, 64%, если не ошибаюсь. То есть значительное большинство россиян выступает за то, чтобы Путин прекратил игнорировать оппозицию и попытался как-то наладить диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы в России состоялся круглый стол, но только предмет дискуссии в рамках этого круглого стола должен быть очень внятно сформулирован. Это политическая реформа и проведение новых выборов. Вот то, чего мы требуем. То есть это не круглый стол о том, какие кресла дать лидерам оппозиции. Это круглый стол о том, как шаг за шагом произойдет мирная трансформация от авторитарного режима к демократическому. Как именно шаг за шагом будет ликвидирован режим личной власти Владимира Путина. Я думаю, что для Путина это очень серьезный выбор. Для любого авторитарного руководителя в какой-то момент настает такой момент выбора, настает дилемма. Либо ты уходишь в той или иной форме, отказываясь от власти или ограничивая свою власть. Либо перед тобой встает необходимость дальнейшего развития режима от авторитарного к тоталитарному. Потому что авторитарный руководитель обязан обладать легитимностью. Если авторитарный руководитель теряет легитимность, он должен либо уйти, либо на базе авторитарного режима создавать режим уже тоталитарный. То есть режим, который базируется не на доверии населения к этому самому авторитарному руководителю. Создавать режим, который базируется просто на полицейском насилии, на запугивании населения. Мы сегодня видим эти тенденции. Я очень надеюсь, что Путин в какой-то момент все-таки сделает правильный выбор. Потому что, как правило, авторитарные руководители, которые выбирают этот путь эволюции к тоталитарному режиму, очень плохо заканчивают. И за примерами тут далеко ходить не надо. Вот Бен Али из Туниса успел вовремя убежать. А Каддафи и Мубарак остались в своей стране, решили повоевать со своим народом. Но закончили они, на мой взгляд, гораздо хуже, чем Бен Али. Поэтому у Путина сейчас есть возможность. Вот мы сегодня не перешли такую черту, когда ситуация становится необратимой. У Владимира Путина, у его окружения сегодня есть возможность пойти на переговоры с оппозицией с целью проведения политических реформ. И мы к таким переговорам готовы. Но ситуация развивается очень быстро, очень стремительно. То есть шанс договориться до 6 мая был гораздо выше, чем сейчас. Если власть все-таки пойдет по этому пути, это может очень плохо закончиться не только для тех людей, которые сегодня сидят в Кремле, или тех людей, которые сегодня находятся в оппозиции. Это может закончиться очень плохо и драматично для всей страны. В перспективе это все может привести просто к развалу страны. Вы знаете, у меня нет сомнений, я думаю, коллеги с этим согласятся, что начиная с осени, когда массовые протесты, очевидно, будут набирать... Протесты будут носить уже не только гражданский и политический характер, как последние месяцы, но и социальный характер. В России накопилось огромное число социальных проблем, которые в какой-то момент должны будут выплеснуться. А поскольку им некуда выплеснуться, кроме как на улицу, очевидно, приведет к тому, что осенние массовые протесты будут носить в основном... Ну, не в основном, да, но в том числе и социальный характер. Российская власть, правительство России ведет антисоциальную политику. И для людей ценности социальной справедливости в нашей стране очень важны. Пренебрежение ценностями социальной справедливости приведут к еще большему раздражению при соединении к массовым протестам новых групп людей, которые на сегодняшний день, ну, как-то так, со стороны наблюдают за этими протестами, но активно не участвуют. Вот если сегодня на улице по-прежнему выходит в основном городской класс, который расширяется, на самом деле, то с осени мы ожидаем присоединения к протестам, во-первых, представителей бюджетной сферы, но при этом не только в Москве, но и в российских регионах. Вот с сентября можно прогнозировать рост протестных настроений не только в Москве, Петербурге и крупных городах, но и в российской провинции. Илья. Мне кажется, что вы затронули, на самом деле, самый важный вопрос будущего протестного движения, потому что я глубоко убежден, что, конечно, теоретически может сложиться ситуация, когда протест, даже оставаясь в чисто политическом русле, там требования честных выборов, конституционной реформы, регистрации партий, освобождение политзаключенных и так далее, тех требований, которые у нас звучали с трибуны всех митингов, теоретически возможен сценарий, при котором этого будет достаточно для смены власти. Ну, потому что реально эти требования Москва поддерживает, например, очень хорошо, и мы видим, что люди выходят, этих требований для них в значительной степени достаточно. Но для России эти требования в большей части пустой звук. Люди не понимают, что такое честные выборы, они их никогда в жизни не видели. Более того, они не верят, что они, в принципе, возможны у нас в стране. Люди не понимают, кто такие политзаключенные, потому что они большей частью жили либо в Москве, либо в отдельных городах, и, соответственно, их граждане России никогда не видели. А те люди, которые на слуху, типа Ходорковского, они для многих людей не являются очевидными авторитетами. И поэтому для того, чтобы движение стало общероссийским, безусловно, нужна его социализация. Но для того, чтобы оно стало социальным, ну или, во всяком случае, социально-политическим, необходимо, чтобы обществу была предъявлена программа реформ. И это не может быть ответ о том, что мы проведем честные выборы, а потом это как то, что будет свободный рынок, и он все расставит по местам. Этого не случится хотя бы и просто по той простой причине, что между условным моментом смены власти и подлинно свободными выборами объективно пройдет не менее чем 5-6 месяцев, за время которых надо сформировать новые избирательные комиссии, принять новое законодательство и объявить эти самые свободные выборы. А как страна будет жить эти 5-6 месяцев? Это вещь, которая людей очень сильно страшит. Поэтому я убежден, что мы подошли к той черте, когда мы должны показать людям команду единомышленников. Мы, понятно, что разные, да, и у нас есть люди более либеральных взглядов, как, например, у присутствующего здесь товарища Яшина, да, то есть или у более радикальной левого, как, то есть, например, у товарища Удальцова. Есть люди, которые заботятся, прежде всего, там, скажем, экологическим движением, да, то есть, а есть люди, которые заботятся свободой слова и считают это самым важным. Есть люди, которые считают принципиально важным, там, судебную реформу и так далее. Но, тем не менее, эти люди должны говорить вещи, которые друг другу не противоречат, и действовать так, чтобы это друг другу не противоречило. Пока этого у нас в движении нет. Более того, когда мы начинаем говорить про то, что мы, например, считаем вот эту вот угрозу, связанную с ростом тарифов, нам тут же говорят, товарищи, ну, а у вас, например, Борис Ефимович Немцов был главным энтузиастом повышения тарифов до 100%. Он же, то есть, это же его лозунг, его программа, вы о чем нам говорите? Поэтому, я считаю, один из главных смыслов акции 12 июня, это переход от состояния аморфного движения к состоянию движения, в котором есть какой-то понятный людям штаб, не будет там штаб революции, штаб протестных действий, штаб единых действий, какая-то основа организационной структуры, а сможем мы совершить этот шаг или нет, станет понятно буквально вот в несколько наступающих дней. Да, Дмитрий. Можно тогда очень коротко, потому что нам надо сейчас уже поехать. Но если мы хотим, чтобы у нас была эволюция, а не революция, то есть определенная теория политического транзита. То есть, есть ученые, которые изучали вот этот транзит в латиноамериканских странах, поэтому есть три обязательных условия. Я просто хотел бы, чтобы мы в дальнейшем это обсудили, в том числе на оргкомитете. Первое условие следующее. Требования должны быть у оппозиции исключительно в области политических преобразований. То есть, никаких социальных лозунгов. Почему? Потому что любой новый лозунг, он уже раскалывает оппозицию. Вот у нас было на оргкомитете обсуждение возможного будущего манифеста. И поверьте, что появление, например, в тексте слова «олигарх» уже вызывает, так сказать, бурную дискуссию внутри оргкомитета. Есть левое, есть правое, есть националисты. И любые новые требования в области экономики, социально они тут же раскалывают оппозицию. Поэтому требования должны быть политическими. Второе обязательное условие вот этого транзита – любой диалог возможен только тогда, когда результаты досрочных выборов непредсказуемы. То есть, грубо говоря, если завтра объявляется выбор в новый парламент, обе стороны должны понимать, что неизвестно, кто на этих выборах победит. Я думаю, что мы к этому уже потихонечку приближаемся. Но есть еще третье очень важное условие, которое многие страны пренебрегали, в итоге получали либо диктатуру, либо получали революционную политическую реакцию и какие-то столкновения и прочее. Это условие абсолютной амнистии для представителей правящего класса, для отдельных представителей правящего класса. Потому что нужно понимать, Илья здесь правильно сказал, что переход от авторитарного режима к демократии, он приведет к ослаблению режима личной власти одного человека, ну, соответственно, и всего окружения. А для него это абсолютно небезопасно, потому что там, друзья, столько дров наломали, что для них это тоже вопрос выживания. И надо понимать прекрасно, что это небезопасно отказываться от вот этой личной власти. Поэтому вот эти три условия надо, конечно, очень серьезно обсуждать и учитывать. Потому что те, кто не учитывал эти условия, к сожалению, там все доходило до каких-то гражданских столкновений. Поэтому я не предлагаю, я говорю о теории, я говорю об обязательных условиях. Конечно, для лидеров оппозиции это очень сложный вопрос. Но это надо тоже всем прекрасно понимать и быть готовыми к таким дискуссиям. Пиночета же тоже дали иммунитет в обмен на добровольный отказ от власти. Добровольно откажется от власти? Ну, то есть, можно подумать. Мне хотелось бы сегодня, во-первых, порассуждать на тему, а лица ли мы протеста и протест ли это. Потому что мне кажется, что мы все склонны к одному, что мы хотим, чтобы в нашей стране работали законы. И мы ни против чего не протестуем, мы просто за работающие законы. Они же у нас прекрасные, просто их не выполняет никто. И вторая вещь, которую мне сегодня хотелось бы обсудить, это новые методы борьбы, экономические методы борьбы. О чем я говорю? Ну, вот сегодня очень замечательно, там, Дима и Илья, второй Илья, они обращались к мировому опыту. Я тоже изо всех сил штудирую мировой опыт, прежде всего, опыт ненасильственных преобразований. И мне в этом плане очень нравится замечательный человек Ганди. Давайте вспомним эту историю, вспомним соляные походы, когда 60-летний Ганди ходил на 350 километров под тропическим индийским солнцем. Зачем? Чтобы все вместе добывать соль и не платить налог колонизаторам. Почему бы нам не использовать этот замечательный опыт на нашей российской земле? О чем я говорю? Я говорю о, например, всем вместе в один день взять и просто забрать свои деньги из, например, Сбербанка или из ВЭП. Почему из этих банков? Ну, потому что эти банки, по сути, являются основными спонсорами коррупционных проектов. Вот, например, проект трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Изначально деньги на этот коррупционный проект должен был дать Европейский банк реконструкции и развития. И мы довольно большую работу провели для того, чтобы пояснить этим товарищам, что проект не стоит того, что туда вкладывать деньги, что людей калечат из-за того, чтобы этот проект был реализован. Что за этим проектом стоит непосредственно Аркадий Ротенберг, который будет получать деньги через французскую компанию Винси. Его кипровский офшор будут поступать деньги. И что это не самый лучший проект на свете. Европейский банк реконструкции и развития пачкаться не захотел. Но Сбербанк благополучно выделил деньги на реализацию этого проекта. Результат какой? Вдруг российские компании, которые замешаны в этом проекте, начали резко банкротиться. Поработают, а банкротятся. Поработают, а банкротятся. Перед нами не очень красивая схема. Я думаю, вы догадываетесь, что за этим проектом, кроме уничтожения природы, кроме нападения на людей, стоит еще и очень серьезная коррупция. Я думаю, что Химкинский лес, он просто мне самый блеский пример, но далеко не единственный. Мы можем найти еще массу очень плохих проектов, которые финансируются из Сбербанка. Так почему же нам все вместе не организовать такую замечательную акцию, просто взять и забрать свои средства оттуда? Если в один день это сделают много человек, это будет и красиво, и поучительно, и это будет вполне мирная акция. Потому что мы можем очень много рассуждать о том, какой плохой Владимир Владимирович Путин. Но мне кажется, что самый эффективный метод борьбы здесь – это ненасильственное экономическое, в том числе, сопротивление. И, конечно, такое сопротивление далеко не единственное. Нам нужно продолжать то, что мы делаем. Мальчишки, я вас не перебивала. И, собственно говоря, ту работу, которую мы уже сейчас проводим, когда на улице мирно выходит большое количество людей, ее, естественно, нужно продолжать. Но мне кажется, ее нужно подкрепить вот такими симпатичными экономическими методами воздействия на наших коррупционеров.